дорогие друзья уважаемые зрители приветствую вас на своем канале элегантный возраст на своем канале я рассказываю о том что интересно женщине за 50 а что такое 50 лет для современной женщины это когда ты уже достаточно взрослая вырастила своих детей уже имеются внуки и ты можешь выбирать спокойно время когда заниматься внуками когда можно посвятить их семье детям и самой себе и в то же время ты еще достаточно молода и легка для того чтобы иметь возможность путешествовать развиваться саморазвиваться и обучаться чему-то новому большая часть моих зрителей подписалась на мой канал именно тогда когда я путешествовала по югу нашей россии а именно в городе сочи это поселок лазаревская район очень живописный зеленый красивый с прекраснейшим морем путешествовала я в зимний период а именно в 2023 году я имела возможность провести практически четыре месяца в году именно на юге это был январь февраль в начале 2023 года и ноябрь декабрь в самом конце года за этот период я побывала не только в лазаревском но и в адлере в центре сочи на эмеретинке я побывала на красной поляне съездила в краснодар в общем много 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 всего и у многих зрителей моего канала возникает один и тот же вопрос который они задают мне в комментариях откуда время на путешествие ведь я еще не на пенсии и откуда средства вот об этом я вам сейчас хочу рассказать поподробнее ни для кого не секрет что работаю я сейчас удаленно работаю я в организации это общество с ограниченной ответственностью должность моя называется оператора пк но включает она в себя много разных специальностей и много разных услуг которые я выполняю для организации это и логистика это кадровое делопроизводство это просто делопроизводство это какие-то телефонные звонки летом сюда добавляются закупки но сейчас мой офис выглядит вот так или вот так или даже вот так с видом на море теперь для того чтобы работать удаленно недостаточно иметь ноутбук соответствующий требованиям моей работы интернет и место куда можно поставить этот ноутбук сегодня я с вами хочу поговорить о фрилансе и именно с самого фриланса я вышла на удаленную работу и так расскажу обо всем по порядку 2018 году кто смотрел мой прямой эфир кто смотрел мои ролики мои давние подписчики знают что я потеряла работу это было очень стрессово для меня потому что возраст можно сказать предпенсионные пенсии я еще не достигла конечно же в 50 лет найти работу очень сложно многие работодатели предпочитают молодых сотрудников несмотря на то что опыт у меня имелся но тем не менее страха даже поиска новой работы на последнем месте я проработала много лет страх поиска новой работы присутствовал но в то же самое время начался к вид и многих многих сотрудников это подтолкнуло работать удаленно но как правило организации переводили своих собственных сотрудников на работу из дома собственных компьютеров и вот в тот период появилось много людей которые стали обучать удаленным профессиям и работе во фрилансе так что такое фриланс и кто такие фрилансеры фрилансеры в переводе с английского это свободный художник это человек который самостоятельно себе ищет работу регулирует количество времени затраченного на работу регулирует способ заработка а работает он в основном не по трудовому договору а по гражданско правовому либо по договору оказания услуг сам оплачивает себе налоги как правило это самозанятый человек либо это индивидуальный предприниматель зачастую человек использует фриланс как дополнительный способ заработка к основной работе но иногда это становится его основным способом заработка зачастую еще более оплачиваемого но где а брать вот эту свободную работу где брать эти услуги в то время появилось много людей которые организовывали курсы различные и вот я не исключение я поддалась тоже влиянию этому тем более работа мне нужна была и я пошла обучаться разным профессиям в то время 2018 19 и 20 год тогда еще была не запрещена эта сеть instagram требовалось много копирайтеров требовались люди которые печатают тексты те которые переводят тексты со звукового формата в текстовый или наоборот из текстового аудио требовались создатели сайтов в тот период в общем востребованность а вот этих удаленных профессий была очень высока и вакансии на вот удаленной работе таких было очень много и людей которые предлагали курсы было тоже очень много я не стала исключением я пошла обучаться на одни курсы на вторые курсы мало того что меня учили чему-то новому я обучилась умению создавать сайты работать в иллюстраторе фотошопе я самостоятельно я обучилась монтажным программам нас на таких курсах обучали и как находить работу на каких сайтах как вести диалог о чем разговаривать как брать деньги сколько просить и в общем были кураторы и они настойчиво настойчиво подталкивали давали задание именно к тому чтобы люди брались за первые маленькие пусть мало оплачиваемые но тем не менее оплачиваемые все-таки за деньги задания и вот в тот период я начала печь набирать какие-то тексты печатать переводить из аудио в текстовый формат а и я монтировал какие-то короткие ролики по специальным заданиям работодателей и разовым со мной за это расплачивались а сейчас дорогие друзья я хочу порекомендовать вам совершенно бесплатный мастер-класс по фрилансу с гарантированным трудоустройством сегодня я хочу рассказать вам о марии лебедевой которая сама когда-то начинала во фрилансе самого нуля сейчас она имеет уже более семи лет опыта в онлайн образование за последние полтора года она работала с сотнями онлайн-школ и помогла им развиться также устроила более тысячи учеников по всему миру и кроме того мария поддерживает благотворительный фонд помощи аутистам спрос на образование растет сейчас с каждым годом поэтому растет и рынок на эти услуги в этом бизнесе миллиарды долларов и миллионы учеников вакансий все больше и больше ее цель не просто обучить тех кто хочет работать удаленно но и дать заказы и трудоустроить своих учеников вместе с марией вы сможете свободно путешествовать по всей россии а может быть и по всему миру закрыть свои долги обучиться такой профессии в которой конкуренция гораздо меньше чем для копирайтеров smm таргетологов или настройщиков сайтов а вакансий на рынке гораздо больше чем самих специалистов регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылочке которую я оставлю в инфобоксе в описании к ролику и в закрепленном комментарии и от самой марии вы можете узнать как независимо от времени и места вашего положения иметь возможность получать стабильный гарантированный доход а также всех учеников марии ждет бесплатный чек-лист по быстрому старту на удаленке многие скажут что фриланс это фу это нестабильно это что-то разовое но чему научил меня фриланс во первых свободе свободе планировать свое собственное время то есть я могла день находиться со своими внучками я готов могла готовить что-то вкусненькое мы могли съездить с мужем на рыбалку а вечером там или ночью когда я оставалась одна я сидела кропотливо разбиралась и мне было тогда это интересно во вторых по мере приобретения опыта выполняя какие-то задания сначала я брала за эти задания копейки потом становясь все более опытным и опытным исполнителем я за такие же аналогичные задания при меньшей затрате времени потому что опыт у меня был больше ну например в монтаже видео я брала больше денег в общем меня это конечно очень и очень устраивало моем вот самоутверждение это сделала какой-то огромный жирный плюс появилась некая уверенность завтрашнем дне что я в любой момент могу сама заработать нужную мне сумму хотя бы на оплату квартиры а это повлекло за собой какое-то спокойствие самоутверждение самоуважение и второй жирный плюс это в том что я свободно стала общаться с заказчиками у меня исчезла некая закомплексованность когда можно за свой труд просить деньги то есть я я свободно могла общаться с заказчиком выполнить какую-то работу и не постесняться назначить за эту работу определенную цену а то есть но заказчики уже сами у меня собралось некое портфолио и заказчики уже сами выбирали меня и соглашались на мои расценки ну и в третьих это вывело меня на более крупные площадки где я уже могу выбирать работать ли на наем на какую-то организацию одновременно я могу брать еще какие-то задания подрабатывать если у меня есть на то свободное время в общем свой доход свой график я регулирую а сама и конечно же это освободило мне руки просто как никогда теперь я могу спокойно путешествовать я могу уезжать мой рабочий офис это мой компьютер многие меня спрашивают какой компьютер нужно купить какую мощность с каким наполнением что туда чем наполнить этот компьютер так однозначно я сказать не могу но вот друзья я монтирую ролики у меня есть квадрокоптер на своем втором канале я снимаю видео с квадрокоптера а это видео в 4к конечно мне нужно здесь очень мощная видеокарта поэтому я ориентировалась на то чтобы мой компьютер поддерживал вот мои запросы мои задачи если вы будете работать только в офисных программах то мощный компьютер вам абсолютно не требуется главное чтобы он поддерживал word excel там какие-то основные программы если вы будете работать в фотошопе в иллюстраторе делать сайты наполнять их то конечно компьютер вам будет нужен помощнее опять же вам нужно сначала обучиться и понимать кем вы хотите работать а потом уже под своей задачей приобретать себе и технику но для начала может потребоваться абсолютно самый самый простой и самые древние компьютеры я кстати свой компьютер купила не сразу все программы были установлены у меня на старенький при старенький допотопный мой компьютеры десятилетней давности он правда еле пыхтел но вывозил фотошоп и иллюстратор и даже молодец он у меня сделал сайт дорогие друзья я очень рада если мои знания и опыт кому-то пригодились кто досмотрел этот ролик до конца кто поддержал меня лайком и комментарием не забудьте пройти по ссылочке на бесплатный вебинар марии лебедевой чтобы получить знания об удаленных профессиях на этом я прощаюсь с вами всего вам самого хорошего пока пока с вами была ирина так что такое фриланс и кто такие фрилансеры переводе с английского фрилансер это свободный художник то есть человек который сам ищет себе работу но на Субтитры сделал DimaTorzok